Всем привет! А мы сегодня без курточек. У нас плюс 13, а через 3 часа обещают плюс 16. Мы вспомнили, что на сегодня была запланирована стрижка. И вот в таких условиях, в наших недоклеенных стенах передвинутой мебели, пытаемся постричься. Красота не ждет. Да. Ну что, моя очередь. Я сказала, что мне чуть-чуть подстригли, совсем немного челку, самое главное. Сегодня влог будет коротенький, потому что я себя ужасно чувствую. Я сегодня вообще была в больнице, можно сказать, почти на операционном столе. И не хочу вдаваться в подробности, но понимаю, что все будут интересоваться, что случилось и что случилось. У меня было кровотечение, которое мы никак не могли остановить. Пришлось ехать в больницу, и мне там накололи уколов. Я еще из-за этого полдня не могла Алису кормить. В общем, кошмарный день, кошмарное самочувствие. Теперь надо что-то кушать, чтобы восстанавливать кровь. Алиса снова учится ползать. Вернее, она уже ползает, как видите. Алисочка, ты думаешь, куда ползти, да, солнышко? Да. Ты мой зайчик хороший, так хорошо, уже умеешь, да? А у нас для Алисы есть подарок. Пришел по почте, точнее, даже два подарка. Это умный щенок Фишер Прайз и его подружка. Вот такую игрушку Алиса очень сильно хотела в Эпицентре. Она к ней тянулась. И мы заказали с сайта. Написано от 6 до 36 месяцев. Собака, да, собака, смотри. А давай нажмем какую-нибудь кнопочку. Давай, Доча, смотри. Вынимем собаку из коробочки, да, Алисочка? Достанем ее оттуда? Моя любимая песенка, вот паучок-малютка взобрался на корниф. Дождик пошел и смыл, ведь не смотришь. Собака, собака, да? Аф-аф. Аф-аф. Писенка, вот паучок-малютка взобрался на корниф. Дождик пошел и смыл бедняжку вниз. Солнышко вышло, ножи посушить. По карнизу паучок снова вверх залезть, чешит. А Кате я передам вот такую игру, которая нам тоже сегодня пришла по почте. Это Ноев ковчег. Видите, здесь всякие звери. И дается задание, как их надо расположить. Вот, например, изначально надо вот так их расположить и потом доставить всех остальных. И задание здесь по сложности. Вот это еще легкие, а самые сложные задания вот здесь. Вот, видите. Дается одна или две косточки. Они должны так и лежать. И остальные надо докладывать. Здесь может быть много вариантов. Костя решил попробовать. Он взял один из самых сложных вариантов, где просто слон выложен уже. Одна фишка. И теперь вокруг надо всех расположить так, чтобы Ноев ковчег заполнился целиком. То есть все звери уместились. И когда вы по-разному начинаете, то есть разные фишки, разные варианты, то по-разному, соответственно, здесь зверей можно и расположить. Вот у Кости с первого раза не получилось. Не поместился лев. И почему я сказала, что передам эту игру Катик, это потому что Катя заболела. Она сейчас с температурой дома. Ей еще и манту сделали больной. И у нее почти 38 температуры. Она, говорит, уже и кашлять начинает. Завтра ее повезем к врачу. Чтобы ей не было скучно, передам эту игру. Ура, собралась. А тут еще и ответы есть. Ну да, ответы есть. Самое интересное, что эти две собаки поют одинаковые песни. Я думала, что они разные будут говорить. Нет. Сейчас я включу, послушаем. Смотрите, сейчас будет алфавит. Сразу вдвоем. Как по мне, девочка поет гораздо приятнее, чем мальчик. Все что угодно. Ну, в общем, у них очень похожие функции. То есть нет смысла покупать и девочку, и мальчика. Я была почему-то уверена, что они говорят разные. Разделали разных персонажей. Они называются умный щенок и сестра умного щенка. Я была уверена, что они специально так сделаны, чтобы их надо вдвоем покупать. А по сути одно и то же. Ну, вот, например, рука. Смотрите. Вот и вся разница. Практически одно и то же на ухе. Что самое прикольное в этих игрушках? Здесь разные уровни. Смотрите. Вот сейчас у меня второй включен. Сейчас я нажму, буду удерживать, он переключится на третий. Уровень 3. Поиграем. Ку-ку. Я тебя люблю. Потупай ножками, как слон. Уровень 2. Получись со мной? А где мое ушко? Видите, она спрашивает, где мое ушко? Надо найти ушко и на него нажать. Ушко. Умница. Она схвынула. Подела в муток. Алиса ползет к сестричке. Давай, давай, давай. Умничка. Умничка. Молодец. Доползла. Алиса, ты видела, у тебя горшочек появился? Такая у тебя собака красивая, да? Собака. Аф-аф. 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 Она думает, как ее обползти, походу. На пути лежит. Да, получается. Ой, к Настеньке поползла Алиса. По-моему, она хочет или встать, или сесть. Опа. Ага. Да. Что ты? Ух ты. Смотри, какая. Вот. Алиса, ты стоишь. Ой, ты стоишь. Алиса. Алисочка. Ой. Алисочка, скажи ля-ля-ля. Ой, ты божественная колбасит. О, Алиса увидела горшок. Что-то новенькое. А ну, попробуй ее посадить. Как она на нем будет сидеть. Вот многие, я вижу многие влоги, где деткам даже по два годика они бегают в памперсах. Я вот этого не понимаю. У нас Настя в годы три уже ходила на горшок. Алиса, скажи ля-ля-ля. А ну, убери ее сосочку. Убери сосочку изо рта. Алиса, скажи ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Скажи ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Она сегодня за мной повторяла. Вот. А ну еще давай. Скажи мама. Мама. Моя умница. Ля-ля-ля-ля. Моя умничка. Только ля-ля-ля скажи. Ля-ля-ля. Умничка. В общем, Алиса, когда ее просит что-то сказать, она пытается повторять. Настя сегодня очень удивилась, как она поумнела. Кстати, Костя уже доклеил обои. Нам осталось только приклеить полосочку вот там наверху. И подкрасить. Ну да, еще подкрасить белым под потолком. И еще надо кость-люстру заменить. И сейчас мы будем уже раскладывать вещи. Вернее, Костя будет, потому что я еще не очень себя чувствую. Раскладывать вещи по местам. Либо оставь, я завтра разложу. Как раз-таки раскладывать сейчас не надо, потому что я что-то еще буду лазить. Кровать еще поднимаю. А, ну да. То пусть пока вот у него все в кроватке лежит, да? Да. Ну ладно, пускай. В общем, ребят, всем пока. Мы что смогли, сняли сегодня, потому что я серьезно еле стою. У меня вообще сил не осталось. Вот, поэтому постаралась вас порадовать хоть чем-то, хоть каким-то влогом. Надеюсь, вам было интересно. И оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Лисюшка, скажи уже. Всем пока. Давай попрощаемся. Да не мама, а всем пока. Даже спасибо, что мама научилась говорить. Да, она уже обрадовалась, что у нее мама получается и старается не забыть, как оно произносится. Да, Дойтик? Ля-ля-ля. Алиса сама себя качает и смотрит мультики. А я тут мультики выключили мы, чтобы с вами попрощаться. И она в недоумении, почему их остановили. Да? На пуля, скажи всем пока. Все, ребята, до встречи.